Отопительный сезон на Кубани начали вовремя. Горячими батареями сегодня может похвастаться каждый район. И это при том, что некоторые муниципалитеты вошли в него с крупным долгом. Поставщикам голубого топлива теплоснабжающие компании задолжали более 2 миллиардов рублей. Почему, Александр Ткачев выясняет на селекторном совещании. На видеосвязи главы районов, руководители предприятий с отличившимися сегодня разговаривают жестко. Отопительный сезон на Кубани начался вовремя. Правда, какой ценой? Это уже отдельный вопрос. Чтобы это произошло, пришлось подключаться и к краю. Были проведены неоднократные переговоры с компанией «Газпром», в результате которых нам удалось добиться реструктуризации долгов за ОГАС целого ряда муниципалитетов со сроком погашения до двух лет. Речь о сумме порядка более миллиарда рублей. Право уже жестко, я считаю, ставить вопрос о злостных неплательщиках. Есть такие, которые не платят годами, причем как жители, так и организации. По каждому конкретному случаю нужно разбираться детально и дойти до каждого дома, до каждого предприятия. Среди неплательщиков – Славинский, Крымский, Темрюкский районы, Горячий ключ и Сочи. У Олимпийского города самая большая задолженность – почти 600 миллионов рублей. При этом многие жители регулярно оплачивают услуги ЖКХ, но компании задерживают перечисление средств поставщику. В результате муниципалитеты отклоняются от графика погашений. Но пока краевым властям удается удержать ситуацию и договориться с поставщиками. Голубое топливо они готовы подавать в долг. Мы не хотим прибегать к тем мерам, которые мы столкнулись в 2014 году, а именно ограничение поставок по окончании отопительного периода. Ни в коем случае мы не говорим об отключении, об ограничении никаких недопустимых незаконных действий в период отопительного сезона. В свою очередь Александр Ткачев обращает внимание глав и качество отопления в домах. Например, в Кубанской столице некоторые жители жалуются на нехватку тепла. Адреса из года в год все те же. При этом иногда проблема кроется не только в недоработках теплоснабжающих организаций. По Краснодару, к сожалению, продолжают поступать ко мне жалобы от жителей города на качество теплоснабжения или его отсутствие. Улиц 1 Мая, Мусорска, Восточная, Кругликовская. Что сделано, что предпринимается? Это микрорайон, который мы называем микрорайоном самостроя. Введено в эксплуатацию порядка 250 домов, на которые не было ни проектной документации, ничего, что касается теплоснабжения. Мы проводим работы буквально в таком ручном порядке. Это находится на особом контроле и также здесь работы будут завершены. Еще одна проблема, на которую акцентирует внимание губернатор – подготовка к зиме. Этот экзамен не сдали сразу три муниципалитета. Паспорта готовности к отопительному сезону до сих пор не получили Сочи, Крымский и Кореновский районы. Тепло здесь сегодня поступает во все дома и соцобъекты, однако пройти техническую проверку вовремя муниципалитетам так и не удалось. Все эти замечания носили организационный характер, не технический. И при правильной организации работы и повышенном контроле всего этого можно было бы избежать. Оценка губернатора достаточно жесткая. Такое поведение в районах недопустимо. На счету сегодня каждый бюджетный рубль. На подготовку к зиме край потратил более трех миллиардов. И платить дважды за одни и те же работы никто не намерен. Я хочу обратиться ко всем главам, ко всем абсолютно. Мы неоднократно предупреждали о том, что вам предстоит серьезный экзамен на готовность в вхождение в осенне-зимний период. И естественно, как уже говорилось, здесь не все муниципалитеты сдали его, а некоторые отровенно завалили. Это сложное политическое время. Любой сдвиг может послужить непредсказуемым последствиям коллеги. Еще раз предупреждаю. Огромная ответственность. Требую от каждого из вас, руководителей, совместителей, представителей всех структур бизнеса, Газпрома, работать четко, работать профессионально и не ждать, пока что-то случится. Времени на пересдачу не осталось, ставит точку губернатор. Первые морозы уже наступили, и по прогнозам синоптиков, эта зима будет особенно холодной. А значит, горящими батареи должны быть абсолютно во всех домах Кубани, без исключения. Мария Крошная, Денис Перец и Валерий Пятов, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин